Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в стенах клиники урологии Сеченского университета. Наша клиника одна из старейших в нашей стране, да и в мире. И в свое время, в конце 19 века, когда открывались только клиники на девичьем поле в Московском государственном университете, медицинский факультет, который возглавлял Николай Васильевич Кривкасовский. И состоялся международный съезд врачей. Тогда Теодор Белерот сказал фразу, что это лучшие клиники Европы. И вот прошло 100 с лишним лет, и я считаю, и мои коллеги, что мы остаемся лучшими клиниками Европы. Но поскольку мы лучшие, мы хотим вам представить новую технологию. В мире было проведено много как плацебо-контролируемых, многоцентровых исследований, которые доказала эффективность в диагностическом плане PDD-диагностика. Что она позволяет? Все вы хорошо знаете, что до 60% бывают рецидивы после трансулутральной резекции стенки мочевого пузыря с опухолью. К сожалению. С чем это связано? С тем, что когда-то это не радикально выполненный тур, а часто это бывает, что много очагов находятся в других зонах, которые невидимы в обычном белом цвете. И это послужило идеей для создания такой методики, когда клетки рака мочевого пузыря накапливают специальный препарат. Это опять аминолуэлиновая кислота. При синем свете мы можем видеть свечение, обусловленное накопленным препаратом. Одним из основных преимуществ фотодинамической диагностики является то, что мы видим рак инситу, то, чего невозможно увидеть в белом цвете. В этих же исследованиях было доказано, что применение фотодинамической диагностики позволяет снижать риск рецидивов до 20% практически в 3 раза. Таким образом, улучшаются онкологические результаты лечения рака мочевого пузыря. Все вы хорошо знаете, что фотодинамическая диагностика внесена в раздел обязательных к использованию в национальных руководствах, в частности, Европейская ассоциация урологов, Американская ассоциация урологов, как метод диагностики не мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, так и мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Выполнение данной методики, данной диагностической манипуляции требует одного. Это владение методом трансрутуральной резекции, ну и как и выполнение цистоскопии. При осуществлении трансрутуральной резекции, либо N-блок резекции, лазерной N-блок резекции в синем цвете, в специальном режиме, начинать нужно, отступя как можно дальше, на 3-4 мм от зоны опухоли. Очень важное значение имеет для того, чтобы не получить ложноположительный результат, это хорошее расправление стенки мочевого пузыря. Ну, все эндоскопические хирурги это знают. В мочевом пузыре при исследовании не должно быть мочи, поэтому должно быть хорошее орошение промывной жидкостью, так же как и сгустка в крови. Иначе это может дать ложноположительный результат. Есть один небольшой лайфхак, что при выполнении резекции в синем цвете, под воздействием этого синего цвета идет разрушение препарата. Поэтому осуществлять всю резекцию в синем цвете нецелесообразно. И мы рекомендуем, что начинать нужно с более мелких образований, которые не видны или плохо видны в белом цвете, а уже затем приступать к более крупному образованию, в котором можно выполнить стандартную N-блок резекцию или транскрутальную резекцию даже в белом цвете. В качестве стандарта в Софире используется несколько режимов. Мы рекомендуем начинать резекцию в режиме 2. Если предполагается более длительная резекция, то тогда переходить на режим 1, что снизит скорость разрушения препарата в клетках. Мы имеем опыт работы и с другими системами для фотодинамической диагностики, но для Софиры характерно более яркое, четкое, качественное изображение, когда мы не видим вот этих ложноположительных сигналов, которые встречались ранее. Система позволяет выполнять исследования не только в белом цвете и в синем цвете, но и существует еще целый ряд дополнительных настроек. Например, спектр B. В этом режиме вы можете получить гораздо лучшую картинку сосудистого русла, что позволяет более прецизионно производить коагуляцию сосудов еще до того, как возникло кровотечение. Мы видим микроангиоархитектонику в подслизистом слое, что позволяет хирургу более четко ориентироваться в выборе слоя, это особенно при лазерном блок-резекции, и является прекрасным дополнением синего цвета в выполнении данной манипуляции. Я уверен, что данная методика не просто найдет, она должна найти и будет использоваться повсеместно, поскольку любая методика, которая позволяет снизить количество рецидивов в три раза, она должна быть более широко представлена во всех наших онкорологических подразделениях. Субтитры создавал DimaTorzok